Господа, у нас третий вопрос с вами о несанкционированном сбросе жидких отходов на территории Дзижинского Дандерария. Вопрос этот возник по инициативе наших общественников. От общественников есть кто, кто готов выступить? Пожалуйста, подходите сюда. Вы все, наверное, видели сюжет в телевидении о том, что жители поселка Пушкина и Бабушкина начали жаловаться по вечерам. Идет запах. На самом деле это не первый, не последний эпизод по сбросу неочищенных стоков на территории Дандерария. Последний такой эпизод был где-то год четыре назад. И сброс осуществлялся в течение всего июня месяца. Выездная проверка в присутствии сотрудников Министерства экологии, администрации Дзижинска и руководства Дзижинского водоканала показала, что в районе въезда со стороны центральных ворот на территорию Дандерария проходит коллектор со стороны поселка Решетихи до канализационной насосной станции на улице Лесная. И через него осуществляется транспортировка. То есть перебью все только поселка Решетихи, коллектор, да? Нет. Дело в том, что мы осмотрели коллектор, который делает заворот в районе дома бывшего главного лесничего Захарова. Это бывшее, скажем, технологическое помещение Дзижинского лесхоза. Значит, там коллектор действительно осуществляет поворот кондиционно-насосной станции на улице Лесной. То есть коллектор эксплуатируется вполне в приемных условиях. Значит, параллельно ему с севера на юг в пойму Аки, то есть со стороны проспекта Силковского в пойму Аки, проходят еще два коллектора. Один коллектор... Это уже городские, да? Да. Ну, они вот сейчас в настоящее время проводятся работы по восстановлению их собственников. Значит, один коллектор имеет диаметр 800 мм. Он наполовину засыпан илом, и песком, а второй коллектор имеет диаметр 1500 мм. Значит... Денис Евгеньевич, не проявили, кто там, кто это, чей, кто хозяин? Здесь не все, это Свердловская, полуторадмичник, это Ревненка. То есть это с завода Свердлов прям коллектор идет? Это коллектор условно промывных вод, который идет с поселковых водочных сооружений. И это не только вставление Свердлов. Дело в том, что сброс фекальных источных вод, он осуществлялся не через оба этих коллектора. Потому что через большой, через коллектор большого диаметра круглый год, круглые сутки идет сброс ливневки. Это практически чистая вода, вот, вода в том числе грунтовая. Она не имеет ни цвета, ни запаха, ни каких-то признаков, значит, попадания туда конвенционных стоков. Значит, и второй коллектор завален, поэтому, значит, вот как раз на, фактически получается, это у нас западная часть Денгрария, ближе к Святому озеру. Там вполне возможно, что существуют остатки какого-то старого коллектора, куда в течение месяца, а раньше, по жалобам жителей, несколько лет раньше, также, осуществлялся сброс конвенционных стоков, причем в пойму аки, соответственно, с попаданием в поверхностные водные объекты на территорию памятника природы Живом и Живом и Живом. На тот момент, когда проводилась проверка, сброс конвенционных стоков был прекращен, разборки, скажем так, по поводу собственников этих двух коллекторов, они на настоящее время уже завершились, а вот откуда осуществлялся этот сброс, возможно, с каких-то, значит, с какой-то части населенного пункта. Может быть, Пушкин, машины приезжают, которые населены? Дело в том, что поток был очень большой, несколько десятков кубометров в час, причем поток был мутный, что было показано еще в сюжете телекомпании «Биржинска», такого специфического цвета, вот, и есть версия, что это был либо порыв какого-то коллектора, либо сброс вот через участок старого коллектора, который, по неофициальной информации, когда принадлежал заводу Светлого, то есть проходил какой-то участок коллектора, который был отключен, вот и все. Денис Евгеньевич, что вы можете сказать? Ну, «Биржинска» в настоящее время проверка продолжает, значит, запрошена информация от завода Светлого, значит, полуимеющейся информации, как бы, ну, обнаружены несколько эсенциативных врезок внутри этого коллектора, вот, и до 1 октября завод Светлого предписан, как бы, что это делать. А эсенциативные врезки откуда? Их предприятия, и от того? То есть пока не понимают, да? От частного сектора, от частного экологии говорят, что от частного сектора, севернее от поселка, значит, в сторону проспекта Залковского. Несколько врезок действительно шли. Ну, если как бы, честно, серьезно, серьезно, да? Нет, я имею в виду, в конце концов это было. То есть эти сбросы большой коллектора, они, это прозрачная вода, без запаха, а вот тот сброс, который шел под территорию Эдмирария Куймуаки, это была чистая канализация. То есть это абсолютно два разных эпизода, с которыми предстоит разбираться. И сотрудники Минэкологии, они действительно проходили, проверяли коллектор, но они просто не успели пройти его слегка. Денис Евгеньевич, а от администрации кто-то есть в этой комиссии Минэкологии? Нет? Есть? Да, в Минэкологии, да. А кто из наших представителей? Значит, нам снимают, наверное, на комиссии САМ. С вас. Из ничего? Денис Евгеньевич, ну, просьба от комитета нас держать в курсе, соответственно. И вопрос все-таки с бородой. То, что у нас произошла авария на коллекторе с железнодорожными путями, все-таки говорит о том, что нам надо в бюджете следующего года предсмотреть финансирование, для того, чтобы сделать инвентаризацию конденсационных и, соответственно, тех инженерных систем, которые мы сейчас будем передавать в концессию. Прямо реальная инвентаризация, так как в свое время был сделан по тепловому хозяйству. А с 1 сентября Дежинский водоканал начинает техническое обследование. За свой счет? За свой счет. Значит, мы туда включим сходу. Просто, скорее всего, у нас реально... Реально просто у города, скорее всего, таких объектов, которые, условно говоря, ничейные, сейчас выпадут вагоны маленьких флешков, и, соответственно, их надо передавать кому-то на обслуживание или просто-напросто их демонтировать. Ну, конденсационных коллекторов, конечно, мы не демонтируем, но, тем не менее, его как-то заблокируют. Ну, оттекает, да. Есть какие-то предложения, да? То есть, принимается комитетом, да? То есть, принимаем сведения, информацию, и с войскою к администрации держать нас на следующих комитетах, ставить известность по мере прохождения комиссии Министерства экологии. Все, спасибо. Продолжение следует...